И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен анонсу новогоднего ивента. Сегодня вместе с вами мы поговорим о том, что же будет у нас на Новый Год, на Рождество в нашей любимейшей игре, какие у нас планируются скидочки, какие планируются ивенты, ну и немножечко, может быть, по вангуем, может быть, по предугадываем. Но, в общем и целом, я думаю, что все должно быть так, как мы все с вами уже готовы встречать Новый Год в нашей любимейшей игре. Давайте я куда-нибудь сначала запикаюсь и уже тогда мы начнем наш разговор по поводу Нового Года. Ни для кого не секрет, что в танках Новый Год это один из самых значимых, жестких и крутых праздников, ивентов в нашей игре. И всегда каждый игрок ждет чего-то уникального и интересного от этого праздника. Всякие карты, билборды, уникальные оформления придают очень крутую атмосферу в игре как минимум. Ну и понятное дело, что помимо всего этого оформления, каждый заходит исключительно или не только исключительно, но и посредственно за тем, чтобы закупиться очень круто в нашем гараже. Поэтому я начну, наверное, сегодня со скидочек, да, и скажу, что 100% в нашей игре на Новый Год будут 50% скидки. И скидки будут на все. Будут скидки и на магазин, будут скидки на гараж и на МПК. Вот на МПК, только я вот не знаю, в каком проценте там будет. Мне бы, конечно, хотелось бы, чтобы это было 50-70, 100%, 50-70, да, это было бы вообще бомбочка, это было бы круто. Либо, например, 50% на поставку шага и 100% на ускорение. Когда-то такие скидки тоже были, но это уже, наверное, из какой-то фантастики, да. То есть, ну, чисто в теории, конечно, может быть что-то подобное, но, наверное, если так рассудить с точки зрения экономики нашей игры, то такого у нас не будет. 50-70? Может быть, может быть, может быть. Но не знаю, не знаю, не знаю, насколько большая вероятность того, что у нас сделают 50-70, а не 50-50. 50-50 тоже может быть, да, поэтому не знаю, не знаю. Там надо смотреть с точки зрения того, насколько крутых скидок было до этого, в этом году, да. А я на своей памяти в этом году помню, наверное, только один, может быть, два раза, когда у нас были скидки 50-70. Соответственно, здесь они как могут появиться, так их может не быть. Но, помимо МПК, да, и то, что там будет 50-70, либо 50-50, у нас точно будут скидки на все остальное, на весь гараж. То есть, каждый сможет и расходку, если что, себе приобрести, и сможет вооружение какие-то прокачать, приобрести, прокачать модули. И все это будет, конечно же, с 50-процентной скидки, при том, что у нас недавно была Черная Пятница, и тогда у нас тоже были 50-процентные скидки. Для меня сейчас уже, ну, нет никакого там момента, когда я там не уверен в том, что 50-процентных скидок не будет. Они, я точно уверен, что будут. У нас тут Антончик в каточку запикался, передавал приветик. Здорово, Антончик, здорово, 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 здорово. Что касаемо ивента в целом, да, у меня есть мысли, то, что может появиться что-то крутое на подобии того, что у нас было на Хэллоуин, на подобии того, что у нас было на День космонавтики, когда у нас были вот эти вот летающие планеты на Хэллоуин. Тоже вы помните вот этот вот ивент, в котором надо было летать тоже по планетам с энергией. Мне почему-то кажется, что на этот Новый Год тоже что-то подобное будет, что-то будет интересное. И призом может стать новый, абсолютно новый скин. Его уже показывали у нас в видеоблоге, либо в группе ВК. Ну, в общем и целом, картинка где-то была, что может появиться, и там был такой, ну, хороший спойлер. Хороший спойлер. Я считаю, что это реально, да, это не просто какой-то байт от разработчиков. Скин может появиться, и если он появится, то, скорее всего, по моей логике, это будет новый ивент, похожий на Хэллоуинское прохождение, похожий на прохождение Дня Космонавтики. По поводу голдов, по поводу карт, я думаю, что здесь все останется прежнее. И те карты, которые у нас были, например, в прошлом году, они будут. И повышенный шанс выпадения золотого ящика также будет. Джаггернаут может быть на одной неделе. На другой неделе, например, будет просто демка без Джаггера. Насчет того, будет ли у нас, например, ивентик, на котором нельзя будет прожимать овердрайвы, дроны и прочие вот эти вот все приколюхи. Я думаю, что таких экспериментов от разработчиков ждать не стоит. У нас будет просто одна демочка и будет один Джаггернаутик. Ну, то есть, такой дефолтик. Я думаю, что здесь нет особо никакого смысла придумывать что-то гениальное, что-то менять. Зачем придумывать что-то новое, если есть хорошее, рабочее, старое, которое нравится игрокам и то, что всегда заходит у нас в игре. Если бы, конечно, добавили бы старый песочек и его бы сделали под ремастер с елкой по центру, блин, я был бы безумно рад, прям вообще безумно рад был бы. Но это лишь мои желания, а то, что будет на самом деле, ну, скорее всего, будет просто старые обычные карты и все. По ивенту я высказался, по скидкам высказался, по картам высказался. Ну, понятное дело, что фонды повышенные у нас также будут. Вряд ли стоит ждать повышенных фондов на протяжении всего празднования Нового Года и Рождества. В связи с тем, что у нас были моменты, когда ребята набивали очень и очень большие количество кристаллов. И, конечно же, за счет этого влияли на экономику, да, хотя это посредственно все, не сказать, что там это как-то может сильно помешать или повлиять. Но разработчики у нас приняли решение, что в последнее время у нас делается скидка только с пятницы, вернее, не скидка, а повышенные фонды с пятницы по воскресеньям. В этом плане, я думаю, что также ничего не поменяется и оно будет также работать. Но, а когда начнется сам ивент, когда начнется сам ивент, этот вопрос, я думаю, что мучает всех. И каждый, кто уже сейчас смотрит подобные видосы, задается себе вопросом, когда же, когда же стартанет этот Новый Год и когда у нас уже пойдут ивенты. Если рассматривать это все с точки зрения того, когда у нас будет Рождество, я имею в виду именно не православное, а католическое, да, которое у нас до Нового Года, то оно начинается у нас, если я не ошибаюсь, давайте даже сейчас посмотрю быстро в календарь, оно начинается в конце следующей недели, да, если вы смотрите видос 15-го числа, да, в момент его публикования, то, ну, наверное, было бы логичным, было бы логичным начинать все празднование с конца следующей недели, то есть с пятницы, в четверг у нас в следующей неделе будет полноценный анонс и уже старт новогодних ивентов, скидок и прочих приколюшек, развлекляшек для игроков. И если же сделают скидки и старт ивента уже сейчас, что маловероятно и во что, если честно, я не особо верю, да, то он не продлится столь долго. Все-таки нужно понимать, что сегодня только 15-е число, да, сегодня у нас среда. Четверг, анонс 16-е число и 17-го числа старт новогоднего ивента и праздника в игре, это очень и очень рано. Хоть и, наверное, многим хотелось бы это видеть, хотелось бы, чтобы так рано уже у нас начались там скидки, и каждый мог закупаться и приобретать себе что-то новое и интересное, но, 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 есть одно большое но. Сейчас у нас еще помимо всего этого идет параллельно киберспортивный ивент с танкофондом и прочими приколюхами. И поэтому я уже больше склоняюсь к тому, что у нас новогодний ивент начнется на следующей неделе, ближе к Рождеству и уже с крутыми бонусами, скидками и всем прочим. Ну и также, конечно же, я забыл сказать про спецпредложения для тех ребят, которые поддерживают проект, которые в него вкладывают денежку, я думаю, что для них в этот раз появится тоже что-то очень интересное. Это не будет обычный дефолтный ивент без никаких дополнительных приколюх. Ну, вернее, не ивенты, имею в виду именно спецуху, да. То есть, если у нас выкатят обычные спецухи с 250 или с 300 контейнерами за 20 тысяч танкоинов, для Нового Года я бы сказал, что это ну такое-се, ну реально, ну такое-се. Поэтому я надеюсь на то, что те ребята, которые делают эти спецпредложения, они сделают реально что-то крутое, уникальное, то, что понравится очень большому количеству игроков и ребят, которые вкладывают деньги на эти спецухи. Ну, наверное, все, наверное, все, что я хотел, я сказал. Пишите, что вы думаете по поводу Нового Года, когда он стартанет. Согласны ли вы с моей точки зрения по поводу скидок, ивентов и прочих моментиков, да. Ожидаем новый ивент, ожидаем новый ивент, на котором можно будет зафармить, прям реально круто зафармить, если на этом Хэллоуине я сумел себе заработать кризис, то если будет у нас что-то подобное, я надеюсь на то, что сумею нафармить, может быть, броненосец. Ну, а если не броненосец, то хотя бы приличное количество дополнительных каких-нибудь бонусов, танкойнов, контейнеров и прочих приколюх. Также, друзья, поддерживайте, конечно же, видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну, и не забывайте про то, что сейчас у нас идет розыгрыш среди тех, кто делает донаты, можно так сказать, да, донаты, вложения в нашу игру. И те ребята, которые их делают по тегу, которые можно найти вот здесь вот в настройках в аккаунте, так, создатели контента, мой личный, это Тимпэ. Здесь вы его можете спокойно вот так вот хоп-хоп выбрать, да. По этому тегу идет сейчас розыгрыш, и итоги его будут уже через 10 дней, 25-го числа. Все подробности в описании, все очень просто. Поставили тег, произвели какую-то покупочку, заполнили форму и участвуйте уже в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 1000 коинбоксов. Ну, а у меня на этом все. Всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.